В Запорожье уже два дня работает новая полиция. Многие жители города намерены в силу своих возможностей помогать КОПам и делиться своими наблюдениями в соцсетях. Кое-кто даже пытался угостить правоохранителей кофе. Напомним, 16 апреля с полтысячи полицейских приняли присягу на верность украинскому народу. Торжественная церемония состоялась на острове Хортица. В соцсетях запорожцы активно постят фотографии с новыми полицейскими, а еще обещают следить за работой КОПов. Перед тем, как выйти на службу, патрульные приняли присягу. Торжественная церемония состоялась на острове Хортица. Урочиство присягают! Урочиство присягают! Верно служить украинскому народу! Верно служить украинскому народу! Добросовестно выполнять свои личные обязанности и защищать запорожцев обещает Ирина Мазур. По специальности она физреабилитолог, но всегда мечтала быть правоохранителем. Я люблю, когда порядок в доме. И хочется, чтобы был порядок и вокруг. В целом присягу приняли 509 человек. Среди них 105 женщин и 41 участник АТО. До этого все они прошли строгие отборы и специальные подготовительные курсы. Учились оказывать первую медицинскую помощь, быстро принимать решения в экстремальных условиях, составлять протоколы. После завершения учений патрульные сдавали экзамены. Думаю, что мои знания помогут мне справляться с данной работой. Я думаю, мы все поменяем. И командой общей справимся. Конечно же, главная дисциплина, главный профессионализм. Большое отличие, я считаю, в том, что новый полицейский, он является, должен служить своему народу, то есть людям Запорожью. Возглавил запорожскую полицию старший лейтенант Роман Пилипенко. Перед камерами он говорит не слишком много, но обещает, запорожцев не подведет. Я надеюсь, что вы изменения слышите уже с сегодняшней ночи. Большое сказать не буду. Попробую доказать справами. Поздравить патрульных приехали представители национальной полиции Украины и министр внутренних дел. Арсен Аваков отметил, Запорожье стало уже 21-м городом, в котором начала работать новая патрульная полиция. В ближайшее время для областного центра будет объявлен дополнительный набор, а еще копы появятся в Бердянске и Мелитополе. Призываю молодежь, готовьтесь, приходите, мы будем вам рады. Хотя конкурс и отбор будет жестким. И это важный фактор, который лежит в основе качества, который мы ставим перед нашими новыми патрульными полицейскими. Важнейший фактор – это уровень доверия жителей города новым полицейским. Как служатся эти отношения с самого начала, так дальше и будет. Ребята молодые прошли короткий, но очень жесткий курс обучения. Дальше на практике они покажут действительно, чему им они научились. Главное не мешать, главное помогать их поддержать трудную минуту. Они могут ошибаться, но кто они учатся на ошибках? Мы все должны понимать, ребята молодые, ребята пришли что-то менять. Во время мероприятия Арсен Абаков вручил лучшим полицейским нагрудные знаки за добросовестную службу. Грамоты и благодарности поздравили патрульных и представителей местной власти. Вы в конкурентной и честной борьбе, в соперничестве выиграли. Выиграли то, чтобы с честью носить звание патрульного. Я также уверен в том, что у вас есть и желание, и силы, и возможности, чтобы на улице города Запорожья был действительно порядок. А мы со своей стороны, городская власть, помогали, будем помогать. И я уверен, что мы вместе сделаем на наших улицах действительно безопасность. Сегодня вечером 50 экипажей выйдут на улицы вашего города, и вы реально увидите изменения. Почему? Потому что все эти экипажи будут заезжать во дворы, ездить даже в самые тяжелые участки вашего города. На улицах новые полицейские обещают навести порядок. Запорожцев патрульные просят относиться к их работе с уважением и пониманием. В целом, по данным МВД, на первом этапе реформы новая патрульная полиция будет создана в 33 городах Украины. В дальнейшем изменения ждут также участковых, группы быстрого реагирования и новый спецназ. Продолжение следует...